МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 7 августа, вторник. Думская ТВ работает в прямом эфире. О главных новостях к этому часу расскажут наши корреспонденты. В студии Ксения Терзи. Здравствуйте. Когда падают деревья в Одесской мэрии, дали правовую оценку лесоповалу в Аркадии. Чиновники утверждают, разрешение на вырубку насаждений не требовалось. Якобы достаточно было акта обследования зеленой зоны. Кроме того, снос деревьев допускается, если заказчик работ обязуется восстановить ущерб. По словам Виталия Денисова, застройщик высадит новое насаждение на Гагаринском плато. В мэрии утверждают, что участок озеленят на 3,5 миллиона гривен. Что именно высадят бизнесмены на месте уничтоженного ими парка. Чиновник не рассказал. Комиссия, после полного состава этой комиссии, выдает акт обследования, который проводится на основании сохранного договора, в котором были перечислены все зеленые насаждения, их диаметр, высота, порода и так далее. После этого, после осмотра, создается акт обследования. Никаких дозволов департамент экологии, согласно закона, не дает. Напомню, 4 августа около 20 человек с бензопилами в руках зашли на огороженную территорию сквера и за полчаса уничтожили более 200 деревьев. Возмущенные жители перекрыли дорогу и вызвали полицию. Тогда в горсовете заявили, что провели соответствующее обследование. Но разрешение на вырубку не давали. По мнению местных жителей, на этом участке собираются строить новый жилой комплекс. Отопительный сезон 2018-2019. Три проблемные точки. Одесская ТЭЦ, Теплодар и Шкодова гора. О подготовке к зиме говорили на аппаратном совещании в обл. администрации. С Одесской теплоэлектростанцией могут снять статус банкрота, но на предприятии остаются проблемы с получением номинаций на газ из-за долгов. А значит, 300 тысяч одесситов, которые живут в центре города, могут замерзать в своих квартирах. В то же время губернатор Максим Степанов уверяет, проблем с теплом у жителей Шкодовой горы не будет. Напомню, в прошлом году горячими батареи там стали лишь в середине декабря. А микрорайон обслуживала котельная НПЗ. Теперь мэрия должна построить новую котельную. Третья болевая точка – Теплодар. Там город задолжал за газ 12 миллионов гривен. А планы по строительству котельной на альтернативном топливе так и не осуществились. В Одессе живодеру сообщили подозрение и отправили в СИЗО на два месяца. Впервые в истории Украины. Речь о главе семьи садистов, который, по версии следствия, усыновлял кошек, чтобы их мучить и убивать. Киевский райсуд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Это стало возможным благодаря напору зоозащитников и их сотрудничеству с полицией, пишет на своей странице в соцсети советник начальника одесского главка Руслан Форостяк. Было установлено, что правонарушитель – ранее судимый за тяжкие уголовные преступления. 31-летний местный житель и издевается над животными человек уже не впервые. За данный злочин передбачено покарание в виде от 5 до 8 лет избавленной воли. В ходе проведения досудового расследования следствиями было собрано достаточно доказательств и ранее на анализово судимого гражданина было сообщено о подозрении. Август – время отпусков. Большинство украинцев планируют отдыхать именно в этот период. Релаксируют от одной до двух недель. Но не все знают, как нужно правильно возвращаться в рабочий режим. Как взять себя в руки и начать работать после долгожданного отпуска в нашем сюжете. Восемь дней – именно столько нужно отдыхать, чтобы быть здоровым. Такие результаты исследования голландских ученых университета Неймигена. Но украинцы желают больше. Говорят, отпуск только раз в год. Поэтому хочется отдохнуть от всей работы. А вот наш герой Александр вполне согласен с голландскими учеными. Недели хватит, чтобы хорошо отдохнуть. Говорит, что отпуск создан для того, чтобы не перегорать от работы. Это время для идей и восстановления. При этом добавил, что в рабочий процесс нужно войти правильно. Есть такой прикол, что нужно составить список дел заранее. Такой, я буду делать это, это, это и начать с самого маленького. Типа начать с самого простого, потом к сложному перейти. Так ты будешь себя разгонять и войдешь в поток. Спокойно. Психолог Дмитрий Гопльевский говорит, человек должен запланировать не только сам по себе отдых, а и релакс после отпуска. То есть перед работой выделить максимум 5 дней для восстановления, при этом не нагружая себя. Это для того, чтобы после отдыха избежать стрессов. Если вы приезжаете, да, вы еще не успели соскучиться по работе, да, и желательно все-таки это делать где-нибудь в конце недели, чтобы у вас был запас, там, ну, например, там, пятница, да, приехать, чтобы у вас был запас выходных, вот, чтобы вы могли немножечко акклиматизироваться, отдохнуть, потому что вы все-таки действительно будете еще достаточно расслабленным. Если у вас так распланирован отпуск, то восстановиться и войти в рабочий режим можно будет уже через неделю. Без стрессов и лишних напряжений. Денис Страдецкий, Александр Фролов, Думская ТВ. Это все новости на данный момент. Оставайтесь на Думская ТВ. Будет интересно. День Победы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова